Добрый день! Сегодня я хотел бы немного вам рассказать о расе Рейфы. Это, так сказать, стали коренными жителями и доминантами в галактике Пегаса. Звездная вселенная, звездные врата. Рейфы имеют довольно специфический вид. Они очень похожи на людей. Рейфы. Это одна из особенностей их эволюции, так как Рейфы являются гибридами древних и жука и ратуса. Рейфы довольно развитый вид, но они непосредственно имеют строгую организацию, очень подобную как у насекомых. У них есть королева и слуги и подчиненные, также есть рабочие. Очень можно с чем-то было бы сравнить Рейфов с муравьями, но, к сожалению, муравьи это более простые существа. Они не летают на космических кораблях в космос и не уничтожают целые планеты. Также они не смогли бы покорить древнюю расу, чисто выиграя в том, что сыграв на их самоуверенности. Рейфы, как я уже сказал, это вымышленная раса истерии сериала «Звездные врата Атлантида». Рейфы являются вампироподобными улевым видом, которые питаются с помощью высасывания жизни из другого организма. У них на руках есть специальные присоски, которыми они могут как высасывать жизни человека, человек начинает увядать, так и возвращать ему назад. Тысячи миров галактики Пегас подвластны Рейфам и живут в постоянном страхе перед набегами, во время которых отбирают из этих миров часть населения. После утворения своих пищевых потребностей Рейфы вновь впадают в спячку. Рейфы, так сказать, набегают на свою добычу как кочевники. Рейфы внешне немного атомичны гуманоиды, разумные существа, но по физиологическим характеристикам очень похожи на насекомых, включая их в способность питания и общественный строй. Их предками являются люди, предпочтительно общие предки с кочевниками. Кочевники – одна из человеческих рас галактики Пегас и жуки и ратусы, гибридизирующиеся с их ДНК случайно или в результате генетических экспериментов по продлению жизни. Известно, что жуки и ратусы питаются аналогично кровососущим насекомым. Насмотря на длительность гибридного состояния и глубину гибридизации, процесс обратим при помощи ретровируса, созданного доктором Беккетом. Что касается, что из обычных людей-кочевников, так сказать, мутировали жуки и ратусы, то нет. Основным, так сказать, материалом для мутации это был непосредственно древний, так как у рейфов проявляются сверхспособности, которые проявлялись только у древних. Соответственно, за 10 тысяч лет непосредственно рейфы не смогли бы пройти такой путь эволюции, чтобы непосредственно получить еще и такие сверхспособности, которые были непосредственно у древних. Поэтому основа их это жук и ратус и непосредственно древний. Типичный рейф имеет бледную, воскоподобную кожу, часто зеленоватого оттенка, длинные белые волосы. У рейфов мужчин желтые глаза с вертикальными зрачками, острые серые, почти зеленые, черные зубы. Очень агрессивный характер. Рейфы отличные единоборцы, имеют развитые телепатические способности, через которые связаны в единую информационную сеть. Рейфы считают себя высшей расой в сравнении с людьми и ведут себя по отношению так же, как люди ведут себя по отношению к скоту. Столетиями, находящиеся в спященнике, они периодически пробуждаются и собирают урожай на различных планетах галактики Пегас, используя для этого, как правило, истребители стрелы. Стрелы доставляют собранных людей корабли-улей и крейсера. В этом случае крейсера используются как промежуточные корабли-сортировщики, доставляющие собранных людей на корабли-улей. Пока отчаяние сбоя урожая, рейфы спустя еще какое-то время снова впадают в спячку, чтобы позволить численность человеческого населения, подконтрольных им миров, возродиться до достаточно высокого промыслового уровня. До получения землянами технологии Асгардов и освоения технологии древних рейфов технологически преуходили землян, хотя уровень технологического развития рейфов все же ниже, чем у некоторых других инопланетных расах, показанных в сериале. Краткая история. Впервые лантинцы столкнулись с рейфами много тысяч лет назад, после прибытия в безжизненную галактику Питгас на Атлантиде. Древние выбрали несколько планет, по которым запустили эволюцию людей и установили звездные врата. На одной из планет жило существо, называемое Жуком и Ратусом. Это что питалось соками организма, жизненными силами людей. И после того, как к нему непосредственно попадали люди, Жук мутировал, так как человек непосредственно... Новая пища для Жуков и Ратусов. Рейфы настолько оказались способными, что смогли победить древние. Но секрет победы рейфов был в том, что древние были чересчур высокомерны. И поэтому они... Древние очень надеялись на свои технологии. И поэтому пытались победить непосредственно рейфов силой. И рейфы, будучи очень сильными врагами, хоть и с менее технологическими развитыми технологиями, нашли способ использовать очень оригинальную технологию органических кораблей и органического оружия для непосредственно своих кораблей. В этой технологии был очень большой минус. Некоторые технологические системы не могли работать стабильно очень долгое время. Поэтому, как известно, космические корабли Ули не могли совершать очень длинные гиперпереливы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok